С женой общались, когда решили идти на войну? Нет, дело в том, что я всех обманул. Вот это плохо. Вот я родители, я... У меня X5, автомашина. Вот, и я подъехал к военкому, это самое ключи даже дал, ну, не хотел даже, это самое ключи дал, сел и приехал в Алоик, а и жена звонит, говорит, что ты где? Я говорю, ну, там, по делам, потом сказал, что вот так я поступил. А то бы меня никто не пустил. Никто. Я всех обманул. Вот это обидно. У меня просто, вот я с вами общаюсь, напомните имя? Армен. Армен? Да. Ну что, не легче было что-то там позаметать улицу какую-то? Нет, ну, понимаете, мне весь город знает. И что? Цело в том, что вот эти начальники, даже мэр города, это мой напарник был раньше. Вот понимаете? Вот это как-то, вот, например, издевался именно от Короскова, вот эта администрация, короче, потому что я всегда в администрации работал, вот это унижение просто для меня, короче, я бы лучше бы пошел в войну, я пришел бы и сказал, я, видите, короче, воевал, да, а вы, короче, в администрации сидели, да, вот как-нибудь, вот, например, у меня оправдание было бы. Вот. А тут, например, а я, если человек вообще в жизни, тоже, вот, например, в обычной жизни, тоже, если он возьмет, короче, веник и рука, вот, например, ну, в моем уровне, да, если ты взял, вот, вот, например, плохой руководитель, если, например, руководитель, ну, например, знаю, у меня есть, например, люди, да, если я ему назначаю, короче, надо здесь подметать, да, а если сам руководитель подметает, вместе с того, что кому-то сказал, подметает, значит, он плохой руководитель. Вы сидели до этого, Арман? Нет, никогда не сидели. У вас такая философия, это называется на зоне в западло? Нет. Ну, понимаете, о чем я говорю? В этих кругах тоже западло. Вот в этих кругах, вот, например, которые я общался, ну, например, я же дела имел только с администрацией, с главами, короче, поселениями. Ну, кроме того, скажем, я до этого, до этого, ну, я занимался, ну, как банкротное предприятие, ну, я строил, скажем, свиняники большие, ну, там, для Машкевича. Я это все понимаю.